Накануне отмечался Международный день кукольника. Белгородский театр кукол в профессиональный праздник приступил к репетициям нового спектакля «Машенька и медведь», премьера которого состоится 30 марта. Наша съемочная группа окунулась в волшебный мир сказок и детства. Собрались как-то подружки в лес по грибы да по ягоды и Машу пришли с собой звать. Машенька, пойдем с нами в лес. В эту самую минуту на сцене происходит рождение нового спектакля. Первая репетиция – актеры примеряют на себе новые образы. Куклы оживают. Над постановкой сказки «Машенька и медведь» работает главный режиссер Белгородского театра кукол Владимир Гусаров. Сыграть надо этот момент, когда через сбор вот этих ягод сыграть, что они, что ты слышишь, что они не откликаются. Главную роль исполняют заслуженный артист России Вячеслав Семеченко и Ирина Веретнова. Актриса сразу уловила характер своей маленькой героини, признается, помог опыт общения со своими детьми и внуками. В этот раз она очень озорная, очень непоседливая, очень умненькая. И я ее уже люблю. Кукол очень много в театре кукол. Систем кукол. И каждую нужно освоить. И нельзя раз научиться и всю жизнь продолжать это делать. Нужно каждую куклу осваивать по-новому. За работой мастеров сцены пристально следят молодые актеры. Это дублирующий состав. Но они должны быть готовы в любой момент выйти к зрителю. Кристина Маслова в театре чуть больше года. Закончила Саратовский театральный институт по специальности драматическая актриса. Однако только в театре кукол нашла свое призвание. Получилось на самом деле случайно. А потом уже, когда пришла, попробовала и поняла, что настолько это меня восхитило, заразило, что я просто потом уже... Я сейчас иногда даже говорю, ой, нет, зачем я пошла, училась на драму. Потому что кукольное отделение, оно очень интересное. Очень понравилось. И все. И я в этом как бы растворилась. Театры кукол известны еще со времен Древнего Египта и Римской империи. На протяжении веков менялась система управления куклами и их образы, а также материал, из которого их делали. Самой популярной технологией изготовления лиц и фигур остается папье-маше. И, как добавляют художники театра, лучшая основа, чем газета, пока не придумана. Потому что это самый совершенный материал для куклы. И жестко. Форму хорошо держит. Не разобьется никогда. Любую механику можно туда вклеить, прибить. Художественно-производственный цех. Сердце театра. Каждая кукла, которая появляется на сцене, каждая декорация и реквизит проходит здесь путь от эскиза до готового изделия. Татьяна Ещенко нянчит кукол 30 лет. За это время она подготовила сказочных персонажей к сотне спектаклей. Вот кукла сделана, и первый вздох она делает в цехе. Оживает она. В прошлом году Белгородский театр «Кукол» отметил свое 50-летие. За это время на его сцене сыграно больше 200 спектаклей. Ежегодно здесь готовят 5-6 премьер. Современный театр «Кукол» выполняет не только развлекательную функцию, но и играет важную роль в воспитании ребенка. Он учит отличать добро от зла и сопереживать герою. Больше учиться слышать другого. Мне кажется, то, чего сегодня как раз и не хватает в нашей жизни. Естественно, что когда человек делает другому какое-то добро, то, естественно, нельзя отвечать на это добро, если говорить общими словами, злом. А так, в принципе, всегда нужно быть благодарным за то, что для тебя кто-то делает. Новый спектакль про Машеньку и Медведя юные зрители увидят уже 30 марта. Публику намерен удивить необычным финалом. Ирина Раевская, Дмитрий Ерема. К этому часу. Белгород.